На этом месте трагически погибла кузнецкая школьница. Водитель не справился с управлением, забил девочку и еще несколько метров протащил ее по дороге. Об этом несчастном случае водителям и пешеходам до сих пор рассказывают мягкие игрушки и искусственные цветы, прикрепленные к столбу. Похоронные венки и самодельные памятники вдоль обочин – символ скорби по людям, которых настигла нелепая смерть. Для одних водителей такие знаки памяти – напоминание о необходимости соблюдения правил дорожного движения, для других – дополнительный раздражитель. Конечно, отвлекает. Почему? Потому что как-то поворачиваешься, смотришь, и неприятно. Это надо где-то делать в стороне, около посадки, но не около обочины. Это очень отвлекает и совсем нездоровые мысли наводит о том, что у кого-то произошла трагедия. По нашему, по русскому, по православию, есть место, где устанавливаются кладбища, есть дни, когда нужно прийти и помянуть своих покойных родителей, либо кто-то ушедший из жизни. А вот это совершенно незачем. Ну, считаю, что как бы положительно, это влияет тоже на водителей. Смотришь, что не надо превышать скорость, сколько погибших на дороге. Это тоже все. Смотришь, как много погибших, и становится страшно. Это жуткое и в то же время красивое место водители прозвали «Аллеей смерти». Плохо различимые повороты и вековые деревья в любую минуту способны переградить проезжую часть. Ежегодно на этом участке дороги в среднем гибнут 3-4 человека. Напоминания случившихся ДТП здесь можно найти буквально на каждом дереве. К каждому мершему отведено свое место, где происходит захоронение. Вот там и должны устанавливаться памятники и возлагаться венки. Психологи МЧС присоединяются к мнению сотрудников ГИБДД, что венки и памятники лишь усугубляют и без того невеселую ситуацию на дорогах. Водители отвлекаются на воздвигнутые монументы, а ведь любая доля секунды во время управления автомобилем стоит жизни. Все, что отвлекает водителя, это в любом случае влияет на тематику ДТП в Кузнецком и Пенинской области. А что может отвлекать водителя, это уже как бы решает сам водитель. То ли это девушка, которая идет по обочине, то ли это надгробие. Запрета на установку венков не существует, и поэтому проселочные дороги и обочины трассы медленно, но верно превращаются в погост. И с точки зрения православия здесь никоим образом никакой поддержки не находим. Почему? Потому что православный человек знает, нужна молитва в храме об этом человеке, а не венок из искусственных цветов повешенный на столбе. Действительно, молитва – единственный способ успокоить душу, если не погибшего, то тех, кто прощается с ним на земле. А живые цветы – как символ жизни и настоящего отношения к человеку лучше любого памятника. Анна Захарова, Сергей Крамаренко. Специально для программы «Этот день».